Тарас Журтенко, эксперт по международной безопасности фонда демократической инициативы имени Илька Кучерева, с нами на связи. Рады видеть, Тарас. Здравствуйте, Тарас. Добрый вечер. Да, вот я вас представил, а тогда вопрос задаст моя прекрасная коллега Каролина Король. Отличное решение. Прекрасно. Тарас, так вот, мы разбирали уже в эфире, что не справляется Россия с обеспечением, собственно, целостности теплосетей россиян, да, там что-то во время топительного сезона у них кипяток по городам льется, как они сами в новостях пишут и так далее. И, мол, говорится, что все ведь вкладывается в военно-промышленный комплекс. А все почему? Потому что необходимо защищать россиян. Отчего, правда, так и не сформировали, но тем не менее. Так что же получается, что и с этой задачей не справляются? Какой-то абсурд? Ну, по сути, да. По сути, да, Россия длинная, а хорошего оружия не слишком много уже осталось. То есть, на самом деле, мы видим, что те темпы, которыми российское командование тратит на фронтах, на поле боя в Украине, личный состав, боеприпасы, оружие, на самом деле, с такими темпами потерь российский ВПК абсолютно никак не справляется, даже учитывая то, что, ну, на самом деле, объемы промышленности военной на России, и они, на самом деле, последние два года, они были нарощены, где-то более успешно, где-то менее успешно, но, тем не менее, даже с учетом того, что Россия потеряла доступ к передовым военным технологиям, ну, скажем так, оружие без вот этих вот современных электронных компонентов, они лепить еще способны. Но, на самом деле, темпы потери этого оружия и оружейных систем на фронте, они абсолютно не идут ни в какое сравнение с тем, что может предложить военно-промышленный комплекс Российской Федерации. Вот недавно их министр нападения Шойгу ездил на один из заводов ВПК, и вот там из коротких нарезок, которые были опубликованы, опять же, российскими так называемыми СМИ, там был выхвачен кусок диалога, где он общается, очевидно, с руководством этого завода, и он их начинает распекать, что вот то, что они ему рассказывают по объемам производства, это еще должно было быть все поставлено в 22-м году, в 23-м году даже, вот, а они вот сейчас рассказывают, что они вот только будут выходить на эти показатели, скажем так. То есть, по большому счету, то, что мы видим, то, что российское руководство вынуждено ходить с протянутой рукой к Северной Корее, к Ирану, за снарядами, за баллистическими ракетами, за беспилотниками, это все показывает, что на самом деле российский военно-промышленный комплекс, он абсолютно не подготовлен к вот той войне, в которую Путин ввязал свою страну, скажем так, и, соответственно, даже с учетом того, что колоссальный ресурс был перенаправлен из российского бюджета из гражданской промышленности в военно-промышленный комплекс, все это на самом деле проблему не решает, и не решает ее даже то, что российское военное руководство такими очень активными темпами снимает с консервации очень много оружия, очень много танков, боевых машин пехоты и так далее, но это все просто как в черную дыру уходит, потому что оно все уничтожается украинскими вооруженными силами, ну и, в принципе, проблема для российского ВПК и для российского командования, она абсолютно никуда не девается. Ну, смотрите, Тарас, если мы говорим о подходах определенных, то можем ли мы дальше прогнозировать то, что если Российская Федерация, ну, по крайней мере, по заявлениям Путина, она вот уже, конечно, набила оскомину эту фразу, но все же, да, переводит всю экономику на военные рельсы, да, во-первых, получается ли, по вашему мнению, да, и можем ли мы говорить о том, что, ну, города, если так происходит, скорее всего, будут лучше, ну, защищены, да, получается, что вот стрелять, если и будут кто-то, мы не знаем кто, да, но взрываться будет меньше. Трубы не факт, но вот все правильные объекты, необходимые для российского ВПК, будут защищены. Ну, а ЖКХ, ну, потерпите, россияне, что же тут поделаешь, если мы все работаем на вот эту так называемую победу Владимира Владимировича? Да, тут в абсолютном праве самая главная проблема заключается в том, что больше 90% того оружия, которое производится, оно как бы сразу отправляется в Украину и обратно уже не возвращается. Поэтому вопрос безопасности российских стратегических объектов и военных, и промышленных, и энергетических, он на самом деле остается и будет оставаться острым, и чем дальше, тем ситуация будет хуже и хуже. На самом деле, ну, то, что российский ВПК пытается наладить производство и ускорить, удвоить или утроить даже темпы этого производства, ну, на самом деле, где-то это удается, лучше, где-то меньше, но по большому счету, если сравнивать, например, то, насколько успешно это получилось сделать российскому руководству, и те усилия, которые прикладывают, опять же, к такому же переводу на военные рельсы экономик своих, наши западные партнеры, то здесь мы должны признать, что, ну, на самом деле, у Российской Федерации это получилось лучше, но по одной простой причине. Российская экономика настолько примитивна и управляема просто в ручном режиме, ну, что, как бы, переложить деньги с одного кармана в другое, при этом еще немножко там отпадет из этой суммы, понятное дело, да, вот, эти вопросы, на самом деле, решаются быстро. Плюс российский ВПК, он, на самом деле, не технологичен, то есть, ну, скажем так, он заточен под стратегическое видение войны российским руководством, которому, на самом деле, не нужно очень такое дорогостоящее технологическое вооружение, им нужно не качество, а им нужно количество, для того, чтобы, опять же, вот, количеством на поле боя пытаться добиваться какого-то преимущества. Поэтому, ну, скажем, это производство, оно не ресурсоемкое, оно относительно, если сравнивать, например, с западными аналогами. Это все можно лепить достаточно быстро, потому что, опять же, там, ну, минимум технологий, да, максимум, там, вот, того, что известно, там, еще со средины 20 века. И плюс российский ВПК построен, в отличие от западного, который производит технологическое оружие, которое, на самом деле, очень дорогостоящее, поэтому для экономии средств наши западные союзники, они рассредотачивают производство по разным странам. То есть, такая кооперация позволяет делать дешевле, но дешевле не обязательно быстрее. И вот в этом как раз главная проблема наших западных союзников. А у россиян все, со времен Советского Союза, есть один большой завод, который выпускает один большой танк. И для того, чтобы этот завод выпускал больше танков, нужно просто в него же вложить больше денег. Или есть другой большой завод, который выпускает один тип боеприпасов. И вот тогда в него нужно просто в одно предприятие вложить средства, и, соответственно, ну, как бы, это все можно быстрее наладить. На Западе это абсолютно разные предприятия, которые находятся в разных странах, и в которых каждый имеет свои источники ресурсов, свою логистику. И для того, чтобы это все настроить, нужно больше времени. Но это как раз та история про то, что наши западные партнеры, они долго запрягают, но быстро поедут. Потому что как только это все будет отлажено, и как только этот механизм начнет работать, то, соответственно, мы будем видеть совершенно другое качество западного ВПК. И уж тем более тогда российскому военно-промышленному комплексу будет просто в разы сложнее соревноваться уже с этим объединенным коллективным ресурсом наших союзников. Но я хочу снова вернуться к нашим баранам, что называется. Просто в выражение никому не относится. Война против Украины – ошибка. Все больше россиян склоняются к такому мнению об этом, и свидетельствуют данные опроса, который был проведен социологами Russian Field. И также в январе уже 37% россиян отметили бы решение о начале полномасштабного вторжения в Украину, что это ошибка в смысле, разумеется, если бы у них, конечно, была такая возможность. Для сравнения, в марте 2022 года против начала войны высказалось 28% опрошенных, в мае того же года – 26%, и после этого число россиян, которые бы отменили вторжение, стало расти, и, как видим, достигло рекордных значений. 53% респондентов по состоянию на январь не стали бы отменять так называемую специальную военную операцию, хотя в марте 2022 года количество приверженцев войны составило больше 57%. Но я понимаю, что доверять вот так вот слепо опросам, которые могли быть проведены или приведены в России, невозможно. Даже нет претензий иногда к качеству проведения опроса, а конкретно к человеку, который побоится или не побоится сказать правду. Но так или иначе, вот мы уже несколько обсуждали этот аспект в эфире, ваше мнение интересно услышать. Вот через эти прорванные трубы, незащищенные города, очень-очень много проблем, которые накапливаются так или иначе, и ухудшают качество жизни россиян на всех уровнях – на бытовом, на уровне безопасности, на уровне уверенности в завтрашнем дне. Таким образом, есть ли ощущение у россиян, что вот так война приходит в их дом? Просто мне кажется, когда мы говорим россияне, война и к вам постучится, возможно, многие это слишком буквально воспринимают. Но ведь она может по-разному действовать на жизни самих россиян. Так вот, придет или приходит ли к ним это понимание, что да, это все последствия войны, даже трубы, которые не могут отремонтировать, это все последствия войны? Ну, на самом деле, это очень правильный и очень непростой вопрос на самом деле, потому что мы прекрасно понимаем, что на самом деле Россия, она разная. И Россия Петербурга или Москвы, и Россия российской глубинки – это просто две разные страны, два разных уровня жизни. И то, что может быть, скажем так, очень остро некомфортно жителям Подмосковья, это может быть просто стандартной нормой жителей какой-то российской глубинки, которые ближе к Москве, чем там на несколько сотен километров, никогда не приближались. И в самой Москве никогда не были. То есть, ну, скажем, если брать усреденно по всей территории Российской Федерации, то на самом деле, ну, скажем, эта проблема, она не везде одинаково остро чувствуется, тем более, что там, где она чувствуется остро, мы понимаем, что работают два ключевых фактора – это российская пропаганда и российский силовой аппарат, который, ну, скажем так или иначе, пытается все эти моменты либо глушить, какие-то там протестные настроения или, ну, скажем, какое-то недовольство народа, либо, ну, скажем, это просто, вот вы абсолютно правильно сказали в контексте опроса, что не все опрошенные могли, наверное, скорее всего, да, иметь смелость правдиво ответить на эти вопросы. Ну, вот точно так же далеко не все имеют смелость и мужество высказывать свое недовольствие вот тем, во что превращается жизнь в Российской Федерации, как раз-таки благодаря тому, что два года назад российский президент вот решил начать свою победоносную войну, такую вот очень короткую и очень победоносную, как он себе думал, да, но на самом деле вот это все превратилось в то, к чему ни военное, ни политическое руководство, ни население Российской Федерации, ни страна в целом, они на самом деле не были готовы. И вопрос в том, что вряд ли уровень готовности или какой-то внутренней мобилизации на Россию, он, ну, скажем, будет увеличиваться. Скорее всего, эти процессы, они будут только усугубляться, и, ну, скажем, это просто такая спираль в никуда, да, потому что, ну, чем хуже будет жизнь и уровень жизни, да, как у рядового российского гражданина, тем, соответственно, больше будет потребность в усилении пропагандистского аппарата, больше будет потребность в усилении силового аппарата, ну, и на самом деле все это в конечном итоге приведет Российскую Федерацию в превращение в такую Северную Корею 2.0, вот. И на самом деле, ну, скажем, это чревато колоссальными внутренними проблемами, потому что, ну, скажем, недовольство населения уровнем жизни, каким бы этот уровень стандартным ни был там для какой-то части российских граждан, это недовольство, оно всегда будет оставаться. И на самом деле единственный элемент, которого не хватает для того, чтобы это недовольство российских граждан вывелось в что-то большее, это, ну, грубо говоря, лидер, потому что без персонификации, без кого-то, кто мог бы повести население России, которое недовольное нынешним режимом, да, вот, подвигнуть на какую-то смену режима, ну, на самом деле это пространство максимально зачищено, то есть такие персонажи, как Гиркин, находятся в тюрьме вместе с Навальным, да, кейс Евгения Пригожина показал, что со всеми остальными путинский режим будет без всякой жалости расправляться, но на самом деле кейс Пригожина показал и обратную сторону, что на самом деле, если такой лидер появится, даже эпизодически, то буквально за несколько часов ситуация в стране может перевернуться просто на 180 градусов. И на самом деле это самый большой страх путинского режима, и именно поэтому мы видим, что в первую очередь весь российский силовой аппарат, он на самом деле не работает против тех мнимых врагов, там, Запада, НАТО, Соединенных Штатов, да, то есть не против внешней угрозы, развернута вся эта силовая машина, она развернута против внутренней угрозы, против, грубо говоря, беспощадного российского бунта, которого опасается, очевидно, кремлевское руководство, и который более чем реален, ну, он просто сейчас не может быть сфокусирован вот в какой-то одной точке, на каком-то лидере, который может эпизодически опять же появиться, и, соответственно, это уже может закончиться совсем не так, как история с Пригожиным. Ну, Тарас, давайте далее попробуем развить историю под названием переход военных действий именно на территории Российской Федерации, да, мы говорим о данных конкретных. Миллион квадратных километров в Россию уязвим для ударов со стороны Украины, об этом сообщает издание «Верстка». Ну, там посчитали, что с сентября прошлого года эта территория увеличилась втрое, более чем на 300 тысяч квадратных километров. В зоне поражения оказались Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Ярославль. Напомним, ранее в Главном управлении разведки Минобороны Украины заявляли, что было бы странно надеяться на войну только на украинской территории. Представитель ГУР Андрей Юсов анонсировал, что последствия агрессии будут все больше ощутимы на территории Российской Федерации. Тарас, ну, по вашему мнению, вот этот определенный перенос, да, ударов, а мы не говорим, что это делает Украина, нет, ну, кто его знает, возможно, там местные партизаны тоже имеют возможность с помощью дронов, ну, по сути, целиться на какие-то интересные для них объекты на территории Российской Федерации. И скажите, если Путин заходил, ну, условно говоря, там, понятно, избитая фраза, с планами Киев за три дня, да, это одна история восприятия того, куда ведет страну великий кормчий, да, а другая история, когда все больше территории Российской Федерации оказывается в зоне поражения. Как вы думаете, это способно что-то в головах россиян, которые так или иначе поддерживали войну, это непосредственно, вот что-то изменить? Или тут сложно что-то говорить? А если придет беда действительно, как они на это посмотрят? Ну, на самом деле, тут тоже два, на самом деле, ключевых аспекта есть. Первый аспект тот, который касается, ну, скажем, того, что вот все эти анонимные беспилотники, скажем так, да, когда они попадают в объекты промышленности, когда они попадают в объекты энергетики, когда они попадают в военные объекты, да, на самом деле российские граждане это очень мало интересуют, но только когда последствия этих ударов сказываются непосредственно на них самих, ну, вот тогда они это замечают, но, опять же, тут вопрос в том, с каким эффектом это все происходит. И тут мы подходим к второму аспекту этой проблемы, на самом деле, главными целями вот для такого рода мероприятий должны быть, если мы говорим об, скажем, симметричном подходе, да, то есть так, как Российская Федерация использует эти удары в попытке повлиять на общественное настроение граждан Украины, точно так же зеркальные такие мероприятия, которые почему-то происходят на территории России, они тоже потенциально могут повлиять на, ну, скажем, максимально активную и максимально влиятельную часть российского общества, российских граждан, и это максимально активный сегмент российского общества, он как раз проживает в Петербурге и в Москве. То есть, чем чаще эти удары будут ощущаться именно вот в тех центрах России, которые живут, ну, скажем так, не в пример лучше, чем вся остальная глубинка, тем больше это будет, во-первых, сказываться на настроениях людей, которые живут в этих крупных городах, от настроения которых на самом деле зависит, да, во многом, по крайней мере, фасадная публичная поддержка Путина, и, с другой стороны, это на самом деле действует как некий триггер внутреннего противостояния в российском обществе, потому что, на самом деле, когда вот на все эти происшествия в Питере или в Москве смотрит человек, российский гражданин, который живет в глубинке, на самом деле он поддерживает это все, он говорит, ага, вот так им и нужно, вот они жили там сыто и ни о чем не думали, да, там гребли деньги, как вот вся элита, а вот теперь пусть получают. То есть, на самом деле, минимум этот двойной эффект, он будет сказываться чем дальше, тем больше на внутренней стабильности Российской Федерации. Благодарим вас, Тарас, за то, что вы присоединились к обсуждению тему в эфире «Фридом». Тарас Жавтанко, эксперт по международной безопасности и фонда демократической инициативы имени Лька Кучерева, был с нами на связи. Оперативные новости, эксклюзивное видео с линии фронта. Глубокие аналитические обзоры и только самые авторитетные спикеры. Подписывайтесь на YouTube-канал Freedom, чтобы не пропускать главного.